от ESL и вторая игра Сета Бо-3 между командами от ИС Сарака Инзенайт и полустволка. Соответственно, на левой стороне начинает полустволка, на правой стороне, или на фиолетовой, как вам удобно, играет, соответственно, Оситн от ИС Сарака Инзенайт. Итак, что у нас по банам? Банится Жарван, банится Шен. Скорее всего, мы увидим еще бан Эвелины, возможно, мы увидим бан Древена, да, только я хотел сказать. Ладно, на самом деле я хотел сказать про бан Трэша, но не суть. Будем считать, что я предугадал этот бан. Хотя это было очевидно, потому что постоянно банится теперь против Фапа Инзенайта Древен, да и вообще. Часто он стал баниться. Банится Эвелина, банится Анивия, и неужели, неужели не будет забанен Нуну? Банится Мальфит, Нуну, Джейс, Твистед Фейт, Нами, Варус, не в бане. Это из того, что любят русские игроки. По крайней мере, мы на эти гофоловах, мы это увидели. Что же это будет? Что же это будет? Будет ли это плейсхолдерная Анечка? Что же это может быть такое? И, судя по всему, действительно плейсхолдерная Анечка. Не узнаем мы, что же это до 2К команды пересоздадут. Мы можем только гадать о том, что это был Джейс. Как-то так. Банится, точнее, пикается, конечно же, договариваюсь с Нуну. Возможно, будет пикнута сразу Ариана для Киры, которому норм, который играет на Ариане везде. Его все устраивает, знаете. Очень стабильный игрок. Как Фроген, которому только давай Анивию, он только забудет. 200 Анивий, 300 Анивий, неважно. Все-таки это будет Ариана. Нуну, будет ли это опять Тристана для Турена? Не знаю. Мне не кажется, что Тристана прям настолько... Настолько классным, сильным, что ли. Адекерем. Но тут опять же, да. Что игроку нравится, то он в основном пикает. Зуна, например, на американском Балстейсе. Играет он в Тристане, у него это получается здорово. И, в общем-то, тоже у Турена. Игра идет очень-очень неплохо. Плейсхолдер Хеймердингер. Будет ли это трэш? Трэш для, соответственно, Нуяра Крыши. И, возможно, будет сразу пикнуть какой-то Адекерри для Фапензена. Это либо Соло Топпер, либо Флейсхолдер Грагас. Почему бы и нет. Пикается Твич. Все-таки дробовик опять будет играть на Мальзахаре. Воу. Прибился этот чемпион, видимо, дробовику. И остается последний пик. Сложно сделать вывод о том, что это будет за пик и на какую линию. Все-таки два плейсхолдера. Плюс есть вероятность плейсхолдера в правой команде, в Аситнах. Потому что в прошлый раз Луну как раз и был плейсхолдером. Ну да ладно. И вот это уже, видимо, будет Джейс. Воу. Что же там такое взято вместо Анечки и вместо Хеймердингера. Ну и, конечно же, сильный пик в виде Трампа. Тоже, скорее всего, это будет какой-то плейсхолдер. О котором мы узнаем уже только после рестарта. Который мы уже с нетерпением ждем. По крайней мере, я жду и надеюсь на этом. Возможно, что игроки используют сейчас лишнее время, чтобы расставить самнырки. И, может быть, это будет Элиза. Да, Элиза пикается. Для Сима он ю, скорее всего. Либо это будет, опять же, плейсхолдер. Игра выстрелика пересоздается. Сейчас мы узнаем, кто же все-таки в пиках у той или иной команды. Но ведь это же Хеймердингер Йорик. Но ведь Удир должен... Я не понимаю. Но ведь между ними должен быть Удир для... Просто для... Ладно, не суть. Решили вот так вот. Решили, что Удир не нужен. Что Йорик стоит выше Ургота. Ну да ладно. Есть ли еще чемпионы на букву Е, кстати, в рулоле? Нет. Есть Риэль, есть Кхадикс уже потом. Ферст Пик опять Черепашка Рамус для Мастеркарта. С Ниндзя-Котом они обудят этого намного как только могут. Ну, Яр Крыша будет играть на трэше. Кира будет играть на Риане. Таурен будет играть на Тристане в качестве Ада Кэри. И Сир Айскрим вроде как должен играть Джейса. По крайней мере, в прошлом пике был именно Джейс. Задумался Айскрим. Возможно, проставляет рунки и мастерки. Никуда не торопимся. В любом случае, лишние 20 секунд подождать не главная проблема. Действительно, это Джейс. Итак, Ниндзя-Кот и Фап Инзе Найт. Что же там будет по Ада Кэри. Соответственно, трэш все-таки будет Нуну. Дрововик будет играть Нам или Захария. И также будет нами в качестве саппорта у команды Пулустволка. И Элиза. Именно Элиза ждет нас. Вот такие вот пики. Итак, ставится у нас заглушка, чтобы команды не подсматривали. Подсматривать это нехорошо. Что у нас по пикам? Рамус, Тристана, Джейс, Майзахар, Нами. Опять этот выцепляющий пик. На этот раз выцепление чуть больше. Появился еще Рамус. По сути, это копия пика из прошлой игры. Только на этот раз джанглер сменен на Рамуса. Был Лисин, стал Рамус. Вот и все. Разницы-то, по сути, никакой нет. Кроме того, что выцеплять есть на одно заклинание больше, чем. За это был отдан Нуну. Была отдана Элиза. И Кира будет играть все-таки на своем, наверное, главном signature персонажа. После Анивии на как раз Риане. Твич будет очень сильный в этом сетапе. И выцепление тоже, на самом деле, не меньше. Есть у фиолетовой команды. Возвращаем вам пики. По самому норку у нас 2 Ignite, Cleanse, Smite, Barrier. У команды это Исорака, Инзинает. И, соответственно, у полустволки 3 Ignite, Barrier и Smite. В плане зацепления, наверное, все-таки опять. Long Range за Трэшом и за Элизой. Coconut Death Sentence работают на чуть более долгом расстоянии. Давайте посмотрим файт. Если такое происходит. Какой есть, соответственно, Disengage у синей команды? Есть с нами. С прекрасным Disengage. Есть Ramus, который может как-то на себя затаунтить. Есть Jace, который может откинуть. И, соответственно, то же самое может сделать и Тристана. Просто откинуть. Disengage у фиолетовой команды все похуже. Но у них лучше врыв. У них лучше линии получается в какой-то степени. Потому что Тристана не самый сильный Адекери на линиях. Тем более, папа, знаете, достаточно здорово играет на Твиче. У него все очень получается. А тут еще и опять Стрэшом на линии. Повторение, на самом деле, идет. Прошлого лайнапа по До. Ну, а там было видно, кто выиграл все-таки. Все-таки это было немножко не Тристана. Едем дальше по другим линиям. У нас опять будет матчап Ариана против Мальзахара. Ну, в общем, там была примерно равная ситуация. Но Ramus, конечно, загангал этого Мальзахара очень-очень сильно. Здесь будет вместо Ramus Нуну, а вместо Лисина как раз этот самый Ramus. Посмотрим, так ли силен Ramus. Или это очень сильно зависит от игрока. Потому что Нуну, на самом деле, мне кажется, сам по себе персонаж сильнее Ramus. Ну и, конечно же, сменился у нас матчап соло-топа. Будет не Ревенко, а Лиза. Если не будет свапа, а свап, кстати, с большой долей вероятности может быть. Я бы поставил на Джейса, но Лиза будет полезнее в конце начальной игры. В конце early game, когда у нее уже будет полтора предмета, она будет дамажить больше, чем Джейс. И главное, она будет полезнее, потому что она будет выцеплять. Как пример. Через 20 секунд начнется игра. Второй матч. Возможно, он, кстати, станет последним, господа. Вполне возможно. Возможно, что мы увидим еще один. Команда Атейст. Сарак и Нзенайт на фиолетовой стороне. И на синей стороне играет команда Полустволка. Все это в рамках, соответственно, месячных финалов июня 2013 года по League of Legends, Go for all от ESL. Клиент загружается. Итак, что же у нас будет по скинам? Кто же выиграет битву образов? Кто же такой счастливчик? Кто же обладает большим количеством скинов? Ну, по скинам, думаю, все видно. ТПА Нуну, Вандал Твич против трех скинов. Это вот 3 на 2. По правилам скинов небольшое преимущество имеют. Синяя сторона. Хотя, с другой стороны, ТПА Нуну, наверное, можно считать за 2 скина. Я бы, по крайней мере, считал. Ладно, все игроки уже загрузились. По крайней мере, у меня игра начнется с секунды на секунду. Что у нас может быть по инвейдам? Может быть очень неплохой инвейд и от синей стороны, и от фиолетовой стороны. У синей стороны есть огромное количество контроля. И немало урона, в то время как у фиолетовой стороны есть чертов Нуну, которые есть инвейд. Посмотрим, как получится. Посмотрим, как пойдет. Небольшая пауза у нас ставится. Видимо, какие-то небольшие проблемы. У игроков. Рамус от Мастеркарта будет играться в 0.21.9. Нуну будет играться от Ниндзя Кота, скорее всего, в 0.4.26, как он уже играл. И, в общем-то, это было клево. Мне очень нравятся такие утилити-джанеры. Об этом я уже говорил. Что они просто хорошие. Они полезные, ведь они утилити. Ждем пока отожмут паузу. К сожалению, не одно количество, да. И вот теперь отлично мы возобновляем игру. Что у нас по закупам? Ну, ну, опять начинает с ботинка. И Лиза начинает с Клод Армора. Возможно, она заранее хочет стоять против даблы. Часто мы видим Клод Армор на как раз героях, которые сразу идут в понимание того, что они идут 1х2. Часто на Мальфитах, на Заках, на Элизах, на Шенах и так далее. У саппортов только варты, только хардкор. Будут ли какие-то инвейды? Ну, по крайней мере, фиолетовая сторона явно собирается что-то подобное делать. Посмотрим, получится ли у них, потому что достаточно сейфово стоят ребята из полустволки. Вот Айскрим сейчас заметит движение к нему скоро. Но уж очень хорошо, конечно, здесь стали пятером в кустах. Ребята из Аситна. Бековица и Лиза пойдет, она ставит соло-бот против даблы. Поэтому надо уже потихонечку бековица. А вот все остальные ребята вчетвером пойдут на жесткий синий. Если Джейс прохлопает момент, то он еще и может отдать ферстблат. Это будет вообще не здорово. Джейс, естественно, все-таки ушел, но Синебаб забирает нуду. В общем, вражеский Синебаб свой красный рамус получит. Но, конечно, лес у него не настолько хорош, как ему бы, наверное, хотелось. Чуть-чуть не попадает рэш-дэс-энтенсом. Вполне возможно, что это могло быть ферстблат. Потому что дальше бы он напрыгивал, делал автоатаку, наносил еще игнайт. И при этом твич бы сделал лишние 3-4 автоатаки и экспунженал бы их. Было бы клево. На свой синий бежит Нуну, готовится он здесь явно ему воровать. Нет, мастер-карт успевает. Но приходит сюда Элиза, в нее кидается таунт и минус Элиза. Просто вот так вот. И минус Нуну. Судя по всему, еще сейчас будет. Фейловый флэш делает Ниндзи-код и минус Кира. Вот так вот. 3 килла на второй минуте делает команда, соответственно. полустволка, обеспечивая себе, мягко говоря, выигранной орлигейм. Конечно, все здорово у твича у него. 16 крипов, у Тристана за это время 5, но 3 ассиста. 1400 галвы разницы. Башни достаточно сильно терпит. На треть. Не так уж это и мало. Приходит Рамус на топ, сможет ли он кого-то забрать. Кидается в нее Десентенс. Фаб, не знаю, пытается уйти. На него напрыгивает, он кидает очень хороший барьер. Его еще отбрасывают. Приходится тратить еще и флэш. Да, пока что, конечно, в волну. Пока что по всем линиям, конечно, вообще все не клево. Догорит ли Рамус? Не догорает. 10 хп. А вот теперь Десентенс попадает Джейса. Пойдет ли Джейс? Уходит, но догорает еще и Нюнов. И получает удар от Таверкин. 4-1 счет на 1200. Отстают ребята из Асидна. Посмотрим, смогут ли они дальше вернуться в игру. Начало, конечно, положено у них очень плохое. Очень проблемное. Синим бафом нами просто закидывает Аквапризнами свою оппонентку по линии, Лизу. Башни на бот-лейне тоже пушатся. Вопрос в том, кто успеет снести ее первый, да, то есть. Топ-лейнеры снесут свою линию. В это время Рамус продолжает кемпить топ. Трэш умирает. 5-1. Да, Рамус, конечно, на СНГ сцене показывает себя достаточно клевым джанглером. Лиза терпит на бот-лейне, пытается как-то фармить, но у нее это получается явно не на все 100%. 16 скрипов, как у Джейса. Но хилки уже закончились. Монопотов тем более нет. Но не сильно просаживается она по XP в итоге. По XP примерно как у Джейса. Да, ровно как у Джейса, более того. И Рамус приходит. Во-во-во-во, пытается залынить здесь нами и Лиза. Наверное, не стоило этого делать. Флэшилась, пыталась добить. И хилом спасается здесь нами. Но успеет ли нами уйти от Нуну? Нет. От Нуну слишком сильно. Размен один в один. Но это шатдаун. Шатдаун в итоге получает Нуну. И это уже неплохо. 8 киллов у нас на 6 минуте. Амперик Саптер на 3 станем. У нее 4 ассиста. Давайте посмотрим деньги. Первая башня падает на 6,50. Сносится она на топ-лейне. С помощью трэша и твитча. Так вот, у 300 на 2000 голды. У твитча 2300. Ассисты не настолько помогают, как один килл и все-таки башня. Да, с помощью башни асситны возвращаются в игру. Отстают теперь они всего лишь на 900 голды. Да, это не так страшно. Но все равно неприятно. Все-таки 6-2 старт. Многие линии просели по опыту. Немножко просели по голде. Из этой ситуации надо как-то выходить. Можно здесь своровать вражеский синий баф. Кстати, ну как-то отвезти его. И так. Получится ли у него это? Рана юзает Ninja Cat Smile. Таким образом, Рамусынки забирает синий. Очень хорошо врывается трэш. Через него ультуетриана. Забирают они айскрема просто инстантно. Идет погоня за Рамусом. Идет погоня за Бальзахар. Но, Рамусомгнация не очень хорошая идея. Собственно, он включает катящийся шар. Но, ну-ну, кстати, не такой уж и прост. Ну, бежит дальше. Башня красной команды уничтожена. Погоня. Просто погоня на ваших экранах разворачивается. Нужна музыка, на самом деле. Как называется этот фильм? Старый, советский. Про гонщика машин. Не помню. Я очень не запоминающий фильм о человеке, к сожалению. Это не место встречи нельзя, не Москва слезам не верит. Явно не же интерьерная удача. Ну ладно, не суть. Похороший. Хороший. Айскрем разменивается с Фаппинзенайтом. Явно свою пользу. Фаппинзенайта просто нету маны, к сожалению. Не может он сейчас включить ульт. Не может лишний раз поражать их спунж и забрать Джейса. Игра устаканилась после такого яркого начала. Все стараются просто фармить. Бальзахар 65, Ариана 69, сейчас будет 70, забирает на лавритов. Билджи Боттерк от Лессы, один уже даггер мы видим у Твитча, будет это зарашенный Боттерк. Служить сказать, насколько зарашенный, все-таки сейчас у него в кармане 200 голды. Там нужно еще 1400, еще 1200 надо бы Твитчу, и тогда у него, соответственно, будет все нужное в районе Дракона собираются. Ребята из команды Полустволка. И что же будет? Возможно, будет какой-то замес. Виза стоит достаточно агрессивно. Всегда сможет в кого-то попасть к оконам, если это ей понадобится. Или уйти. Кидается очень хороший Тайдл Вейв, много урона входит в Нуну, сбивает ему ульт, напрыгивает здесь. Элиза промахивает с ультом Ариана, умирает в итоге Ариана, но умирает Рамус, хороший колокон идет. Нами, нами здесь никак не уходит, но есть еще вариант забрать Тристана, кидается в нее и гнает, но Тристана уходит. Буквально 60 хп, 1 авто атаки по ней не хватило. Размен 2 в 2, и вот, наконец, начинает приходить Джейс. Просто он, насколько это сильно заставит встрять. Так, от первого шоу блеста идет просто уклонение. И у Асьприм садись на Фопадзуна, это вовремя кидается барьер. И еще бы забрать этого Джейса, сможет Лилиза это сделать. Рэпель, и да, минус Джейс. Вот это размены. Столько киллов. 18 киллов на 12-й минуте. Несмотря на кажущуюся проблемную ситуацию, кстати, ребята из Осиднов, из Сарака Инзенайт, прекрасно показали сейчас себя, смотря на плохой старт игры. получается у них вот на данный момент здорово. Промахивается коконом и Лиза. Пытаются здесь, ребята, что делать с Рамусом, чтобы он не засматил. Ну, но забирает. И Рамус-то может встрять. Замедляется он, делает флэш. Да, с душом не поспорить. С душом не поспорить. Умирает Нами, которая здесь явно просто встряла. Забрали ее всем, чем могли. Но ничего такого страшного не потратили. Просто Нами загуляла. Сыбирают вражеских флэтов. Здесь Ниндзя-код. Вставляет 1-моб на память. Сувенирчик такой. Счет по вышкам 1-1. Возможно, будет какой-то прессинг именно в сторону высших теперь. Потому что в плане денег начнешь уже перефармливать. Это и Сарака не знает своих оппонентов. Бегается Нуну. Потихонечку он будет уходить перед этой завершенной горем. Скорее всего, кстати, он сейчас и зафармил. Да, горем. В это время Айскрим умирает. Вот одной Элизы. Симонет Ю показывает достаточно клевую игру. Напрыгивает здесь в Тауре на Фаппензенайта. Но Фаппензенайт просто вовремя ушел в инвиз. Пытается что-то сделать. Уйдет ли Акваприз на Нами? Не попадает. Начинает разгоняться Мастеркард. Флэш просто спасает Вича. Что у нас по крипам? Давайте посмотрим. Учить перефармливать Ряна своего оппонента. А вот у Джейса и Тристана есть превосходство буквально 15 крипов над своим Бизави. Отвеча 8-2, у Тристана 103. У Джейса 68. У Элизы 50 с небольшим. Но единственная проблема. Элиза фармит Джейса. Наконец-то Шрадаун сбивается. У Элизы 5 киллов. У Джейса 3 килла. У Элизы 50 Извиняюсь за проблемы, падал скайп, в это время у нас уже замес, нападают на дробовика здесь вчетвером, забирают его. Счет 12-12 на 15-й минуте, 24 килла, это примерно 1 килл каждые 40 секунд, команда нас действительно радует, агрессивная игра. По объективам, с другой стороны, ничего такого нету. Один раз был забран дракон, по одной башне и все. Промахивается аквапризанным нами, очень хорошие ульты от Тристаны, просто отрезает Рамуса и Тристану. Мастер-кар тоже может умереть, минус 2 в пользу осиднов, врывается сюда дробовик, но никого не ультует, не подпускает его. Будет ли врываться вперед Элиза, нет, решая, что не стоит. Джейс сносит башню на топе, в это время буквально пятером сносит осидной башню на мид-лейне. Тысячу вперед они врываются. Очень захватывающая игра, кто же победит, потому что игра вроде бы началась с такого, с такого минус 4-3 команды осидна, теперь они вроде как выберись вперед. Инди-код бэкается, у него есть тысяча голды, возможно это будет Джейнтс Белт переходом, что другое нет, это будет просто бульварг. Промахивается здесь явно ультом нами, не очень пока идет вуглера. Флэшится Рамус и отфлэшивается Элиз. Таким образом спасается. Скоро возможно мы увидим дракона, возможно мы увидим даже драку за него какую-то. Огромное количество розовых вардов от трэша, зачистил он ресвижн вокруг дракона у своих оппонентов. А дракон-то как раз и ресается, и Нуну сразу начинает его зафармливать. Сустейна все-таки ему хватает, урона тоже. Будет попытка состилить, но она даже близко неудачная. Слишком рано кинут был шокблэст, но это было сложно сделать, вижен немножко не хватало. Но он тоже входил не совсем туннельный, он входил немножко кусочками. На ботлейне-то урена ловят в кокон и убивают просто за секунду. Мастер-карт сейчас получает полный ульт от Нуну, это не самое опасное, но это явно неприятно. Мастер-карт еще может умереть, пытается он как-то выйти из загружения врагов, чтобы на шарики уехать, у него это не получается. Минус еще два. На 3000 впереди. А ты из Сарака Инзенайт. Ловится в кокон Мальзахар и умирает. Вот каждое выцепление Элизы просто заставляет кого-то из вражеской команды умереть. Минус Т2 на мидлейне, это третья башня на 19-й минуте. Это из Сарака Инзенайт, они просто заходят на хайграунд. 20-й минуты нету. Ребята, одумайтесь. Ребята, не надо сносить ингиб. Игра может стать очень быстрой, потому что последние как раз минуты 4 просто полная доменация фиолетовой стороны. Алиана промахивается ультом. Мастер-карт таунтит Лиз, но сможет ли она здесь уйти? И нет. Она здесь не уходит, надо просто расходиться. И будет норм. Явно будет норм. Но лишиться стороны на 19-й минуте это опасно все-таки. Вполне возможно, что просто смогут ребята воспользоваться этим. Наказать своих оппонентов, да. Зафармить на Шора. Зафармить 2 бутлейновых тавера, забрать еще один на топе. Таким образом выйти достаточно большой перевес. Пока не собираются на мид лейне осидные. Подфармливает Элизабет лейн, забирает Кира свой синий баф. Только начинается продвижение именно на мид. Самое смешное, что если вот теперь провести замес на 21-й минуте, где они хорошо забирают врагов. Можно и закончить игру. Все-таки мид лейна нету. А Нуну сможет долго танковать под щитом Ирианы башни у Нексуса. Поэтому Джейс, конечно, дамажит. Много дамажит. Нельзя попадаться под его паук. Падает на ботлейне Т1. Лиза сплитпушит. Теперь выдвигается в район мид лейна, в район на Шора. Либо останется на ботлейне сплитпушить. Что тоже, в общем-то, в какой-то степени логично. Хотя, с другой стороны, это будет опасно. Да, потому что если тиммейты начнут... На Шора ловится Джейс, попадает на The Sentence. И его очень быстро убивает. Ослышивается Паппинзенайт, забирается Джейс. Мастеркард пытается что-то сделать. Ариана в это время немного пострадала от Смирзахара. Но в итоге не все так плохо. Таврин попытался как-то спастись. Откинул Ариану. В итоге все равно умер. Добавик тоже умирает от Твича. И умирает нами. Это минус 4. Есть 25 секунд, чтобы закончить игру. И просто ливает Джейс. Это ФФ. Воу. Игра за 22 минуты и 30 секунд. Ребята, у нас закончилась. Таким образом, победителями июньского финального Go4All. Становится команда... Соответственно, Осидн. А ниже это Иссорака и Инзенайт. Пулл Стволка становится вторыми призерами. Чем мы их тоже поздравляем. Прекрасную игру показали на обе команды. Интересно было сегодня посмотреть за всеми. Многие показали что-то новое, что-то интересное. Мы видели сегодня Фиор. Мы видели сегодня многих других разных не очень пикабельных персонажей. Видели даже Атрокса вживую. Того самого. Было здорово на самом деле. Видно, что потихонечку, может быть, не такими семимильными шагами, как кому-то хотелось, но российская сцена развивается. Go4All этому очень здорово способствует. Поэтому здорово за ними наблюдать. Главное, чтобы команда...